Как купить квартиру дешевле рынка? Сейчас расскажу. Этот способ не нов, но почему-то им пользуется очень мало количества людей. Вне зависимости от того, есть у вас уже наличка на покупку квартиры до определенной какой-то суммы, или вы хотите брать ипотеку, первое, что вам нужно сделать, это понять, до какого лимита вы готовы покупать квартиру. То есть, например, вы готовы купить до 3 миллионов или до 15 миллионов. То есть вы поставили себе какой-то лимит, вы понимаете, что вот в эту сумму у вас либо есть уже наличка купить, или уже одобрена ипотека. То есть вот этим способом пользоваться нужно тогда, когда вы пошли в банк, сходили, сказали, я хочу взять вторичку в ипотеку. И вам одобрил банк предварительно какую-то сумму. Ну, то есть там, например, 10 миллионов рублей. И уже с этим пониманием вы начинаете пользоваться этим способом. Итак, собственно, сам способ это просто в тупую абсолютно писать людям на Авито. и говорит, слушайте, вот ваша квартира, она стоит там 18 миллионов. Я готов ее забрать завтра за 10. Все. Это максимально странно, но бывают всякие жизненные ситуации. Кто, почему, как продает квартиру. Кому-то нужны срочно деньги там на операцию по здоровью. Кто-то переезжает в другую страну, ему нужно быстрее избавиться от квартиры, он готов сделать какую-то скидку. Можно не обязательно такую сильно, ну, большую планку скидки делать. Но так или иначе, дешевле рынка, ее можно купить, если вы будете просто писать всем, без ожидания от человека, просто спрашивать. А ты сделаешь там скидку вот такую? Вот я готов ее купить, у тебя завтра вот за такую сумму. Вот у меня есть 10 мультов, я готов купить. Или у меня там есть 3 миллиона, а вы пишите хозяйке или хозяину, кто продает квартиру за 5. Но, возможно, он уже 3 года продает квартиру за 5, и у него, ему нужны деньги прямо сейчас, например. И вы ему написали, что вы готовы, у вас наличка завтра за 3. И вы торгуете за 3,5. А рыночная стоимость квартиры за 5. Все. И условно, вы можете ее купить, оформить на себя и тут же продать по рыночной стоимости, если вы знаете, как продать ее по рыночной стоимости. Или вы просто купили квартиру дешевле рынка, и вы радуетесь этому. То же самое можно делать с загородной недвижимостью. Кто-то там продает дачи, семейные участки. Просто, в тупую, абсолютно. Сказать, привет, вот у меня столько денег, готов купить. Если человек скажет, нет, ну ты что, с ума сошел, вот такую скидку просить? Ну ничего страшного, скажи, извини за беспокойство и иди дальше. Потому что у вас есть своя цель. У вас есть, вы идете своей дорогой. Вы хотите купить квартиру дешевле рынка. Ну или там дом, или дачу, или семейный участок. И все, что скажут люди, это вас не касается. У вас есть цель. И вы не поверите, но 3-4 человека из 100 согласятся на ваше предложение. Или будут его обсуждать. То есть, возможно, рассмотреть скидку, но не такую большую, как вы запросили. Если было полезно, ставьте лайк этому видео. Если вы не согласны, что это способ рабочий, ставьте, конечно же, дизлайк. Пишите любые вопросы в комментарии. На комментарии всегда отвечаю. Видео на этом канале выходит 2 раза в день, поэтому подписывайтесь.